Здравствуйте! Утро доброе всем! С вами сегодня Марина и будем говорить вот о таком растении. Необычные листики, волосками покрыты, опушены. Вот такой мелкий-мелкий цветочек пятилепестковый. Ветвица от ствола начинает. Как же это растение примечательно, спросите меня вы. Ни в эрегатных листьев, ни крупного цветка. Может быть, оно пахнет очень хорошо. Нет, к сожалению, не то и не то. Я его вырвала. Показываю вам корень. Ну, там пока ничего особенного. Ай, подумайте вы, зачем же она его вырвала? А вырвала я его потому, что это очень злостный сорняк. Названия у этого цветка несколько. Его зовут Галинзога или Галинсога. А также зовут французской травой. А также зовут американкой. И почему же у него столько названий? Галинзогой понятно. Это его латинское название. Почему американка? Потому что это растение из Южной Америки. Южной, центральной часть она уже заполонила. И юга Северной Америки. Потом оно шагнуло в Европу. Попало в первую очередь во Францию. Потому и названо французской травой. А потом уже потихоньку, потихоньку, шажками, шажками. В общем, оно теперь живёт, как видите, уже и у нас в России. Растение поражает своей жизнестойкостью. Конечно, яды химические от неё есть. Но это даже не знаю, кто их будет применять и где это будет. А физическое уничтожение тоже возможно. Но и здесь не всё так просто. Во-первых, нельзя её вот так просто выполоть и выбросить, допустим, в компост. Она, я узнала, что вот эти её корни, они не перегнивают. Если мы её скосим, корень оставим в земле, от корня пойдёт новое растение. А то, что вы скосили, будет лежать на земле. И вот из её междоузлей, вот здесь, вот и вот здесь, будут отрастать воздушные корешки, которые будут брать влагу из воздуха. А если у них появится возможность, они и прорастут в землю. Её нельзя бросить на грядки, когда мы её выдернем. Её нельзя бросить в компост, как я уже говорила. Её нельзя мульчировать. И вот этих семян, вот этих семян её будет после цветения образовываться много-много. После семян будет растение образовываться. После цветения растения семян будет образовываться много-много. Причём они сохраняют схожесть, как и многие семена сорняков. То есть, если мы её глубоко, эту почву обработаем, запашим эти семена, Они там будут лежать и ждать своего часа, когда вы пропашите, обработаете землю неглубоко, и они опять окажутся на поверхности и опять прорастут. Прорастать начинают рано, зацветает, вот как видите, сейчас началось цветение, конец июня, начало июля. Там уже еще бутоны, они тоже будут цвести. Семян даст много, семена будут лежать в земле и ждать своего часа. Это сорное растение клумб, каких-то газонов, но не травяных газонов, а газонов с цветами. То есть вот там, где обработанная земля, где достаточно питательного слоя, полива, рядом с нашими культурными растениями, она как раз и пробьется. Где-то вот в лугах, допустим, где дернина уже такая мощная, большая, где зерновые сажают, ее там не будет, она там не выживет. А вот небольшие наши участки, допустим, городские клумбы, она займет с удовольствием. Вот такая американка залезла к нам, Галинзога. И с ней вот надо бороться. И если мы ее выпалим, я не могу ее так вот просто выбросить, а я должна отнести ее в помойку. Ну, даже и там, может быть, она приживется. То есть в идеале это растение надо сжечь, получается, высушить, подсушить и сжечь. Чтоб не дать ей ни малейшего шанса к распространению. А еще лучше не допускать ее цветения. То есть вот видите, сейчас первый цветочек, ее надо уже убрать. Иначе она там тут заполонит все. Вот такая таинственная Галинзога. Ну, название-то красивое у нее, звучное. Не знаю, к сожалению, что она означает по латыни. Но вот такая вот растюшка. Посмотрите на своих клумбах, нет ли у вас такой напасти. И постарайтесь побыстрее от нее избавиться. А я рада, если мой совет кому-то пригодится. Кто-то посмотрит на эту растюшку. До свидания. С вами была Марина. Можете поддержать меня пальчиком вверх. Можете подписаться на мой канал. Мы с вами еще увидим что-нибудь интересное. Спасибо. Спасибо.